здравствуйте уважаемые зрители очередная партия ручек которая проходит через мои руки но это уже чисто заказные ручки то есть ручки уйдут людям заказывающим их как мы вместе заказывали вот перед них получим ну что приступим одна из ручек которые мне очень нравятся даже при заказе нравилось эта ручка вот такой вот вид такой кожаный чехолчик если вы хотите кстати у него на сайте можно заказать и коробочку это ручки имеет вот такую форму достаточно тяжелая длина ее 13 с половиной сантиметров вес 52 грамма достаточно увесистая и такая тяжелая ручка мне нравится такой вес на колпачке у нее есть надпись насколько я понимаю это файл здесь еще есть маркировка четырнадцать восемьсот семьдесят три дробь восемнадцать пятьсот что это такое понятия не имею традиционный логотип монблан хотя мы понимаем что это за монблан корпус выполнен судя по всему это все-таки пластмасс к вот эти части может быть и металлические у скрепочка точно металлические все что мне не нравится это всех ручках вот этого продавца колпачок у нее на резьбе поэтому соответственно высыхание чернил не будет сам колпачок тоже увесистый такой солидный сторонку перо немножко не другое другое не то что на предыдущих ручках на перее написано иридиум point germany соответствующая гравировка на переесть перо обычное стальное хотя продавец пишет нам что это иридистое золото как обычно но скорее всего это нержавеющая сталь посмотрим как это будет в эксплуатации все это двигаться далее тело ручки тоже на резьбе стандартный приемный чернил совершенно стандартный единственное что он должен без шарика внутри вот я посмотрел шарика нет естественно что это снимается сюда можно ставить обычный картридж одноразовый или многоразовый поэтому она такая универсальная этот конвертер надо вставлять очень плотно чтобы чернила не вытекали далее на корпусе винтового механизма мы тоже видим надпись могла germany все в наличии хотя мы понимаем какой-то вонгло сейчас мы попробуем это все дело заправить и посмотрим как она пишет что она действие себе представляет для этого все в исходное положение положим берем чернила сначала берем нашу тряпочку знаменитую чернила заправим это все дело синими чернилами очень много читал материалов то что нужно заправлять хорошими чернилами очень многое зависит от того какие чернила ручки и на самом деле это так вот сейчас заправим синими чернила посмотрим как они будут писать дело в том что есть такой момент у меня в одной ручке есть когда долго не пишет она засыхает вот то есть надо открывать колпачок немножко двигать поршнем сторону пера для того чтобы чуть-чуть смочить его после этого начинает писать вот я прочитал оказывается что это зависит от качества чернил все эти чернила качественные такого никогда не будет ручка не засыхает но видимо это тоже приходит вот мы заправили закручиваем сейчас попробуем писать чернила на исходную и и Продолжение следует... 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 Не знаю, посмотрю, как у человека будет эта ручка эксплуатироваться, может быть, я закажу тоже такую... Но смутило меня, я говорю, расписание... А в остальном нормально она пишет, хорошо себя ведет, но, пожалуйста, все расписалось, все получилось... Поэтому, значит, ссылка на продавца в описании... Ручка... Ручка... Серия... Может быть, серия... Это вот то, что нанесено вот здесь вот... Ну, не знаю... Ну, не знаю... Не знаю... Вот такая вот ручка... Значит, ручка стоила порядка 1200 рублей... Не знаю, сейчас какая цена в связи... Сами знаете с чем... Но это сами посмотрите... Ссылка будет в описании... Вот... На счет этой ручки, наверное, все... Поэтому... Всем счастливо... И до новых встреч...